Против следователя прокуратуры Киевской области Валентины Фединой, которая вела дело о нападении на РЗП-фронтовика Сергея Пашунского на Вячеслава Химикуса, открыто дисциплинарное производство. Об этом сообщила адвокат Химикуса Марина Паринова. На своей странице в фейсбуке она написала, производство открыла квалификационно-дисциплинарная комиссия. Подозревают, что следователь препятствовала реализации прав Химикуса. Суд еще зимой признал его потерпевшим, а вот областная прокуратура нет. Следователь игнорировала наше право на получение информации и таким образом, как нам кажется, затягивала процесс продвижения дела и препятствовала адвокатской деятельности защитника Вячеслава Химикуса. На сегодня в деле ничего не изменилось. По-прежнему, по мнению прокуратуры, нет ни потерпевшего, ни подозреваемого. Здесь 7 месяцев прокуратуре не удалось установить, кто является потерпевшим и кто является подозреваемым. Напомню, история с депутатом-стрелком произошла прямо под Новый год. Сергей Пашинский вместе с женой ехал на дорогой машине по проселочной дороге и якобы чуть не врезался в авто с выключенными габаритами. Оказалось, двое мужчин толкали сломанную машину. Завязалась перепалка, а затем Пашинский выстрелил безоружному мужчине в ногу. Потерпевшего Вячеслава Химикуса увезли в больницу, где прооперировали, а Пашинский спустя несколько дней укатил на отдых в Альпы. Во время допросов депутат путался в показаниях, кто говорил, что оборонялся и стрелял лежа, то вдруг вспомнил, что открыл огонь стоя. Еще один вопрос, почему в тот вечер депутат был с пистолетом, по словам Пашинского, боялся, что его похитит ФСБ. А стрелял из наградного блока, который ему подарил Арсен Аваков. Правда, за какие заслуги, непонятно. Спасибо. 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 Спасибо.